Друзья, всем доброго времени суток! С вами я, Олег Микрюков, и я рад приветствовать вас в прослушивании своего и просматривании видео. Я думаю, для вас оно будет полезным, досмотрите его до конца. Это видео больше направлено для предпринимателей, которые постоянно ищут возможности, как выйти из одного состояния, решить ту или иную проблему и прийти к чему-то. Вот сейчас самый основной такой насыщенный вопрос, это как выйти из состояния безысходности, особенно это касается тех людей, которые живут на территории Украины и ближайших территориях с Украиной. В связи с сложившейся ситуацией, вроде уже как бы накал такой спал, где-то там еще какая-то текучка происходит, военное положение еще продлено, но как выйти из состояния этой безысходности, что дальше? У всех интересует этот вопрос. Первое, на что бы я хотел обратить внимание, это вам нужно четко определиться. Вот я разделил на три части этот вопрос, как выйти из состояния безысходности. Есть три конкретных шага. Первый из них это четко определиться, если я хочу выйти из состояния безысходности, значит мне нужно четко хотя бы понимать, куда я хочу выйти. То есть если у вас нет четкого понимания, куда вы хотите выйти, то выйти из этого состояния, вы идете в какое-то другое состояние под другим форматом. Но принцип останется тот же самый. У вас опять будет выкачка энергии, у вас опять будет нежелание, апатия и так далее. Поэтому хотя бы, хотя бы на 20-30% сделать наброску, выкинуть из головы на бумагу хотя бы то, к чему вы хотите. Ну, вспомнить свои какие-то детские мечты и желания там и так далее. То, что вас действительно зажигает и вдохновляет. Четко определиться, если я хочу выйти из этого состояния, то куда я хочу прийти. Хотя бы на ближайший месяц-полтора. Больше планировать пока не надо. Второй шаг это найти такого же человека, такого же безысходного друга, партнера, клиента, соратника, мужа, жену и так далее. Того человека, у которого приблизительно похожая ситуация, как у вас, в связи с сложившимися обстоятельствами. И вы сможете действительно поделиться, вы ему доверяете, этому человеку. И вы заключаете соглашение между собой. Это очень круто работает, хорошо. Запрещается соглашение, что каждое утро, минутка-две, вы будете снимать видео и делать такой отчет, что вы уже спланировали. Вы определились, куда вы хотите разбить это на какие-то там четкие задачи на неделю. И каждый день, соответственно, отчитываться этому человеку, что вы хотите сделать. У меня это на курсе с моими учениками очень хорошо работает, оно дает очень хорошо свои результаты, когда люди каждое утро отчитываются, какие у них планы, что у них получилось сделать. А на следующее утро, соответственно, они проговаривают то, что у них получилось, какие результаты они достигли. Если не получилось, то конкретно коротко, почему не получилось и на сегодняшний план действий снова. И это дает возможность, через неделю-две вы увидите, что уже, в принципе, состояние безысходности, оно как-то уже начнет забываться. Вы не будете на этом фокусировать свое внимание, соответственно, энергия будет направлена на то, чего вы хотите достичь. И третий шаг, очень важный, это поверить в то, что вы достойный человек, который может прийти к процветающей жизни, вернее, создать ее. Если у вас нет такого чувства, то, как правило, очень тяжело что-то воспроизвести, что-то воссоздать, к чему-то прийти. То есть чувство собственного достоинства, что вы достойны к процветающей жизни, что вы достойны намного большего. Как правило, большинство людей чувствуют себя недостойными, потому что работают родительские программы с детства. Какие-то убеждения, там, социальная среда дала давление свое, отпечаток и так далее. То есть это нужно прорабатывать. А как проработать? Это очень просто. Конкретно определиться то, чего я хочу, вспомнить свое детство, свои мечты и желания искренние, которые действительно вдохновляют меня, к которым я бы хотел прийти. И, соответственно, над этим работать и пошагово, постепенно, каждый день, соответственно, это проецировать. Первый шаг, еще раз коротко подведем итоги. И первый шаг, это определиться то, к чему я хочу прийти хотя бы 20-30%, потом уже начнете зарабатывать. Потом также подкрепить человека, с которым бы вы хотели поделиться и давать каждое утро, минутка-две, некую такую отчетность. И третий момент, это поверить искренне, в глубине души поверить в то, что вы достойный человек, что вы можете намного больше, чем вы сейчас владеете, умеете и так далее. Вот эти три основные шага, которые вам помогут выйти от безысходности. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь с друзьями. И, как правило, создавайте из своей жизни некий такой шедевр. И это реально, это возможно в любых ситуациях и обстоятельствах, потому что они не закончатся никогда. То есть, если будет конец в чем-то одном, начнется начало в чем-то другом. Поэтому ваша жизнь в ваших руках. С вами был Олег Мироков. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!